Йоу! Всем привет, друзья! С вами снова я, Алина Рин. Сегодня я хочу поговорить с вами об одном маленьком, брудаленьком танке. Ну, я надеюсь, что вы все уже поучаствовали в этом вот массовом помешательстве сентября под названием Е25. И кто-то из вас уже имеет эту ПТ-САУ свою мангаря, кто-то в ближайшее самое время ее получит, кто-то имел ее и до того, и был разочарован, что за этой компенсацией выдают не голдой, а серебром, о чем тоже очень много говорят. Но, тем не менее, ценность этого танка это не променьшает нисколько. И хоть в свое время этот танк был убран из премиум-магазина, где он очень долго находился, действительно, и именно из-за того его убрали, что его слишком часто покупали. И таких танков было на руках уже сколько? 640 тысяч на момент, когда его убрали. И счастливые владельцы этого ПТ, они уже думали, что все, кто не успел, тот опоздал, и только они будут доминировать теперь на поле боя на седьмом уровне. Так и нет же, Wargaming решил предоставить возможность обладания этим прекрасным танком каждому или любому, кто просто наиграет определенное количество боев в день в течение сентября. И на мой взгляд, это та машина, ради которой можно идти на любые затраты и усилия, чтобы ее получить. Так как, во-первых, она обладает потрясающей маскировкой, которую можно усилить разными способами, и сеткой, и прокачкой перка маскировки экипажа и так далее. И она будет даже во время стрельбы, особенно если вы за кустом, просто не видна противнику. Второе. Она очень подвижна. У нее потрясающая энерговооруженность. 26 л.с. на тонну веса. Она скоростная. 65 км в час этим обладали только легкие танки. Ну, пушечка у нее, конечно, слабовата. Это правда. 150 пробить обычными или 194 премиумными боеприпасами. Но этого, знаете, вполне достаточно для того, чтобы на седьмом и восьмом уровне, а она льготная, понимаете, одна из немногих, один из немногих оставшихся льготных танков в этой игре. На седьмом уровне она вполне может пробивать своими ББшками, а на восьмом надо почаще использовать премиумные боеприпасы. Ну вот, усиливая мы эти ее великолепные качества маскировки сеткой, обзорность увеличиваем, так как она все-таки ПТ, например, трубой, а также ставим досылатель для того, чтобы еще больше увеличить скорострельность, которая сама по себе очень неплоха. Ну и берем стандартный набор, не забывая об автоматическом огнетушителе, так как она все-таки частенько горит. В результате получаем что? Смертоносное оружие, которое, оставаясь незаметным, посылает каждые две с половиной секунды в сторону противника снаряда, пусть с небольшим уроном, всего там 140-150, но раз за разом уменьшающие его жизнь и сводящие на нет самые-самые крутейшие танки, отправляющие их в ангар. Если поставить на гусеницу, то расстреляешь кого угодно. И вот этот вот бой, комментарий к нему хотелось бы начать как в сказке. В те давние-давние времена, когда эта прекрасная машина была лишь у избранных 600 тысяч человек, а не у каждого в игре, когда можно было в одиночестве блистать всеми самими характеристиками и показывать, на что способна эта машина. А тактика игры на этой ПТМ очень проста. То есть, во-первых, как можно меньше, конечно же, быть обнаружено. То есть, стоять в зоне эффективного огня, подальше от противника, вне зоны его засвета, а тем более под сеткой, скажем так, и где-нибудь на возвышенности, и с хорошим прострелом, и с хорошим обзором, тогда можно играть еще и роль светляка. Поворотливость и сведение у этой машины также великолепны, поэтому можно всегда отслеживать и движущиеся цели, даже несмотря на достаточно узкий сектор горизонтальных углов наводки. Все же эта машина даже на несельбенном орудии имеет весьма высокую эффективность попадания. Часто происходит. А вот при полном сведении я уж вообще даже не говорить ничего не буду, потому что на целых тридесятых это, ну, лучшие практически точности в игре, которые свойственны обычно только, там, некоторым машинам на десятом уровне, да вот этой вот. Как я уже говорила, конечно, лучше начинать с гусеницы, а потом расстреливать стоящего противника. Но когда он быстро перемещается, если ему некуда прятаться, то, в общем-то, можно по гусеницам не стрелять, потому что точность и скорострельность, как я уже сказала, позволяют ему почти любого противника разобрать, особенно в борт и даже вот так вот на бронебойных снарядах. Я уж не говорю о пробиваемости его подкалиберных. Е-25 прекрасен также своей способностью появляться из ниоткуда, где-то, где его совершенно не ждут, потому что доехать туда почти нереально, забраться туда почти невозможно. Нет, тем не менее, вскарабкавшись куда-то там из своей энерговооруженности, из самой-самой высокой горки, откуда-то с тыла, особенно в мягкие порта и задние части танков наносить свой урон, вот это вот прям ее стиль. И это тоже замечательно. Выкатываясь откуда-то, быстро сводясь, выцеливая командирские башенки, разные пробиваемые участки танков, это тоже ее. Это тоже против танков. Так как она очень невысокая, то это ПТ может просто подъезжать под танк какой-то крупный, то есть в его борт или спереди, даже иногда, ну сзади это вообще идеально, потому что у многих танков сзади складнения орудия вообще никакого, и просто расстреливать свое мишень выстрел за выстрелом, а тот даже не способен будет по ней попасть, потому что он будет бить просто над ней. И вот эта вот тема, очень часто встречающаяся в бою, она выводит, конечно, противника из себя, и сразу моральный фактор, и психологический фактор играет роль, когда человек уже просто, не знаю, начинает материться, но не может ничего сделать. Главное, чтобы рядом не оказалось его союзников, потому что, конечно, броня в 16 мм не оставляет нам никаких шансов, и любой, даже самый легкий танк на два уровня ниже нас пробивает легко. По этой же самой причине, даже если вы заняли самую замечательную позицию, вас никто еще не обнаружил, но вы видите, что враги приближаются к вам, то есть двигаются в вашу сторону, очень часто бывает рационально взять и поменять позицию, то есть отъехать назад и опять так же из инвизии расстреливать одного за другим противником. Вот только что, если вы заметили, я продемонстрировала все прелести его скаточного орудия, попав просто в маленький уголочек танка, который высунулся из-за холма. А вот сейчас, когда меня замечают, если меня вдруг обнаружили, то это точно надо сразу-сразу быстро-быстро куда-то отъезжать, не дожидаться, пока лампочка исчезнет. Почему? Потому что любое единственное попадание арт для нас, конечно, это конец игры. Так как это самоходка премиумная, то на нее любой экипаж подойдет, любой ПТ немецкой, как понятно, но, правда, всего 4 члена экипажа. А что прокачивать? Ну, прокачивать, само собой, лампочку, конечно, она ей очень нужна, нужно все время понимать, обнаружен или не обнаружен. А также маскировка, само собой, боевое брасло очень пригодится тоже, то есть, чтобы усилить все ее характеристики. Иногда, конечно, пригождается виртуоз, иногда, может быть, плавный ход тоже пригодился бы, но это уже так, факультативно. Самое главное в этой машине, это, конечно, ваша, собственно, реакция, потому что машина, она любит очень интенсивный, такой быстрый, живой, настоящий бой. Судишь за картой, засветил кого-то, сразу стреляй. Засветили тебя? Быстрее отъезжай. Кончилось засвет, выезжай и стреляй. То есть, если так себя вести, то даже снарядов иногда в бою хватить, может, не хватить, потому что их не так уж много. Всего 60. И протоколы скорострельности, это можно все расстрелять в течение нескольких первых минут боя. И машина зависит, в общем-то, от скилла. То есть, нужно знать карты очень хорошо, нужно знать места, которые нужно занять в течение кратчайшего срока и встать под сеточку, например, чтобы расстрелить врага издалека. Нужно очень заранее, грамотно определять, куда поедут союзники, чтобы по чужому засвету как можно больше стрелять, тоже не выдавая своего местоположения. Очень критично знать также зоны пробития основных танков в игре, так как если собираешься хоть что-то на ней зарабатывать, фармить, использовать бронебойные снаряды, то, конечно, очень критично знать зоны пробития. И вот все ее прекрасные характеристики этой самоходочки проявляются в конце игры, конечно. В кульминации игры это ее час, потому что она прекрасно добирает фраги, догоняет тех, кто где-то прятался и вдруг начинает убегать, замечательно работает по обнаружению и уничтожению САУ, закручивает менее поворотливые и крупные ПТ. Это часто единственный из союзников, способный вернуться через всю карту на свою собственную базу и сбить захват, что позволяет, конечно, сделать ее прекрасной скорой в 65 км в час, повторюсь. А также способность переезжать через любые перевалы, встречающиеся на пути, тоже хороша. Но наш бой подходит успешно к концу, и мы видим по цифрам БН-8 и по общему урону, который нанесли, и по количеству фрагов, что все очень удачно сложилось для нас. Но вы знаете, эта техника очень-очень, вы видите, техника, которой управляют игроки со скиллом, поэтому этчивы какие-то здесь весьма сложно. Первый уровень прям прекрасно, то, что у нас получилось. И я играла во время акции, и поэтому там пятикратный опыт вообще цифры зашкаливают. Вот. Ну, воин, как всегда, приятно. И основным калибром быть на такой машине замечательно и почетно. Можно посмотреть, конечно, в сравнении с другими игроками. Я думаю, что на их фоне наши достижения будут выглядеть вполне неплохо. Есть у нее, конечно, свои недостатки, есть свои преимущества, как у любого танка, но преимущества, преимущества, я считаю, намного-намного больше, потому что таких вот результатов удается добиться далеко не на каждой машинке. Обычно еще и с нашей помощью наносят огромное количество дамага, но вот в этом случае так не получилось. То есть весьма эгоистичная игра, только я настреливала, по моему засвету как-то никто не попал. Тем не менее, даже без этого вполне удалось заработать, а уж я не говорю об опыте, который эта машина фармит просто тоннами. Ну что ж, что сказать о ней? Победа всегда прекрасна, особенно, когда такой фановый геймплей. Эта машина стоит любых усилий, как я уже говорила. Наслаждайтесь ей, тем более почти каждый, наверное, кто играет в эту игру, сейчас ее получит и будет возможность среди массы таких же, как вы, проявить себя особенным образом. Потому что, конечно, на этих машин какое-то время будет слишком много в игре, но посмотрим, что будет дальше. Ну и на этом, я думаю, можно заканчивать наш сегодняшний обзор. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, если вам понравилось конкретно это видео. И также еще хочу сказать, что, кто не знает, у меня есть группа ВКонтакте, где периодически укладываются всякие новости, фотографии, картинки, интересные статьи, а также проводятся опросы, например, на какой следующий танк сделает гайд. Подписывайтесь туда и принимайте участие, потому что от вас зависит наполнение этого канала в какой-то части. Очень большой. И всем спасибо! Матта ней!